На территории Оренбургской области введено 681 тысячи квадратных метров жилья. Подчеркиваю, 681 тысячи квадратных метров жилья, которые разбиваются у нас на 323 тысячи квадратных метров жилья. Это много квартирных домов и 358 это индивидуальное жилищное строительство. Нужно сказать, что если мы сравниваем с темпами прошлого года, я напоминаю жителям и вам, коллеги, что в прошлом году мы ввели 993 тысячи квадратных метров жилья, то мы находимся к аналогичному периоду на уровне 94%. То есть падение ввода жилья составляет порядка 6% на отчетную дату. Подчеркиваю. И, конечно же, у нас был серьезный спад. Мы его видели, мы его прогнозировали. Все серьезные спады, которые у нас случились в мае, июнь, июль, даже август будем брать текущего года. Это непосредственно с сентября наша строительная отрасль Оренбургской области, я подчеркиваю, пошла выравнивать ситуацию. Есть несколько факторов. Факторы, которые повлияли в плюс, и факторы, которые повлияли в минус. Если будем смотреть факторы, которые повлияли в минус, это, безусловно, эпидемиологическая обстановка. То есть уже нельзя наращивать те темпы строительства и те ограничительные меры, которые были и в связи с ограничением деятельности, и с приостановками стройки, и в том числе с теми режимами, которые на сегодняшний день работают в строительных организациях по рабочей силе, по их СИЗам, по контролю за этим, конечно же, это накладывает отпечаток. Кроме того, нужно честно и объективно сказать, что так как у нас закрыты границы въезд на территорию Российской Федерации в соответствии с этим, то иностранной рабочей силы мы практически в этом году не имеем на территории Оренбургской области, да так же, как и на территории Российской Федерации. Эта рабочая сила на самом деле для нас, для строителей, она очень важна, потому что она у нас очень серьезно используется в наших технологических строительных процессах. Это нужно честно и объективно признать. Например, она используется на кирпичной кладке, на штукатурке, на подготовительных работах, затем на уборке. Везде иностранная рабочая сила. Да, действительно, они работают по патентам, слава богу, сейчас вся эта история у нас в Российской Федерации выстроена, она полностью находится в правовом поле, но вместе с тем нужно сказать, что этой рабочей силы не хватает. Соответственно, вот это повлияло на спад. Кроме того, та эпидемиологическая обстановка, которая была на территории Российской Федерации и Оренбургской области, так же не позволяла вовремя, например, оформлять те квартиры, которые уже были построены, чтобы их ввести в эксплуатацию для передачи жителям. Это тоже наложило негативную ситуацию. Что в связи с этим делалось? Первое. Было принято решение президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным о льготном ипотечном кредитовании. И было принято решение о том, что на территории Российской Федерации будет действовать льготная ставка по ипотеке в размере 6,5% годовых. Нужно сказать, что это для Российской Федерации самая низкая беспрецедентная средняя ставка по ипотеке. Вместе с тем, понимая ее значимость и то, как это позволило строительному рынку, строительной отрасли не упасть совсем на дно, то есть было принято решение президентом о продлении данной ипотечной ставки до 1 июля 2021 года, а заканчивалась она 1 ноября текущего года. В связи с этим у нас на территории Оренбургской области, по данным на 30 октября, по этой программе льготной ипотеки было выдано более 1700 кредитов, то есть это 1700 семей, более 1700 кредитов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей. И я должен сказать, что на территории Оренбургской области работает одна из самых, если не самая низкая ставка по первоначальному взносу. Если на территории России это от 10 до 50%, но средние 30%, то на территории Оренбургской области от 10 до 30%. А в основном мы видим, что первоначальный ипотечный взнос первоначальный на уровне 10%. То есть таким образом семья, имея 10%, подставку 6,5% годовых уже может претендовать на льготную ипотеку. Это очень важно. И в связи с этим с января по август 2020 года у нас было выдано 14 тысяч кредитов по общей ставке на общую сумму 25,5 миллиардов. Под среднюю ставку, средняя ставка у нас вышла на уровне 8,1%. Сельская ипотека 2,7% для жителей села. Это очень и очень значимый ресурс, который позволяет, опять же, строителям реализовать жилье. Это вот первое, что связано с ипотекой. Кроме того, мы должны понимать ситуацию, связанную с искровых счетами, что у нас на территории Российской Федерации с 1 июля прошлого года полностью отменена история, связанная с долевым строительством. И мы работаем по искровых счетам. Это сложная программа, тяжелая программа, но вместе с тем эта программа позволяет, чтобы не было обманутых дольщиков. Нужно сказать, что на территории Оренбургской области нет обманутых дольщиков. Мы один из, в этом плане, зеленых топовых регионов. У нас была одна ситуация с обманутыми дольщиками. Это ЗАО Валера в городе Бузулуки, многоквартирный дом. Но нужно сказать, что наша область первая в Российской Федерации, кто заключил договор с фондом обманутых дольщиков Российской Федерации. Мы туда перечислили свой областной взнос. И в первом квартале текущего года все проблемы, которые были связаны с компенсацией жителями обманутых дольщиков ЗАО Валера в Бузулуке, они были решены. Последняя сделка буквально у нас прошла где-то 2-3 недели назад. Это у нас оставалось 2 дольщика. Основные дольщиков мы закрыли в апреле-майе 2020 года. Таким образом, на территории Оренбургской области обманутых дольщиков нет. Вы можете взять статистику, посмотреть, сколько их на территории Российской Федерации. Так вот, эскроу-счета и проектное финансирование позволяют избежать вообще этой истории. Это что касается эскроу-счетов. Теперь очень большой вопрос, связанный на сегодняшний день с землей и с инфраструктурой. Нужно сказать, что основной ввод жилья на территории Оренбургской области, если мы смотрим многоквартирное жилье, у нас с вами связан этот город Оренбург и будем говорить Оренбургский район, так называемая Оренбургская городская агломерация. Так вот, если мы посмотрим исторически, как развивался город Оренбург, то есть мы понимаем, что у нас первое – это была крепость Оренбург, второй поезд у нас был, когда Оренбург вышел за территорию крепости, третий поезд у нас был, он был ограничен зеленым коридором Березкой, зелеными насаждениями, третий поезд, поезд в начале 80-х годов во второй половине, 1980-е, 85-е, 86-е годы Оренбург пошел за Березку и был заперт загородным шоссе, объездной дорогой, так называемой. Так вот, теперь мы видим, что настал четвертый этап развития Оренбургской городской агломерации, которая дальше должна двигаться на северо-запад, мы должны перейти загородное шоссе, и мы сейчас совместно с администрацией муниципального образования города Оренбург готовим там земли. Многие жители могут задать вопрос, почему вы не пошли на юг, в зауральную часть города. Во-первых, мы четко для себя понимаем, что зауральная роща – это уникальный объект, который является легким городом Оренбург. Кроме того, мы понимаем, что снизу, с улицы Беляевска и Донгусского шоссе, Оренбург, так скажем, как бы это ни звучало, поджал Оренбургский район и частное домостроение. И дальше уходить через частный сектор, уходить в строительство многоквартирных домов комплексно уже не получится, уже не получатся микрорайоны. Речь может идти только о точечной застройке, а именно комплексной застройке, которая бы в себя включала объекты социальной инфраструктуры, дома, парковки, детские сады, школы, поликлиники – это уже там не получится. Поэтому и было принято решение идти за загородное шоссе. В настоящий момент мы абсолютно ответственно заявляем, что проработали с Минстроем Российской Федерации инфраструктуру, которая нам необходима, я имею в виду энергетическую инфраструктуру, такую как воду, канализацию, теплоснабжение, электроснабжение, чтобы перейти на четвертый этап развития города Оренбурга. И, соответственно, уже готовим там кварталы, которые в будущем будут под застройку. Нужно сказать, что Оренбургская область и Оренбург имеют уникальный опыт на самом деле строительства. То есть мы строим все, начиная от кирпича, монолита, комплексного домостроения, а также панельного домостроения. Поэтому там рассматриваться будут различные микрорайоны, как высотной застройки, так и невысотной застройки. И вот это все должно нам дать тот драйвер, который нам даст в будущем выполнить национальный проект Российской Федерации на 120 миллионов квадратных метров жилья. Потому что если мы будем говорить на этот год, нам поставили показатели равные 2019 году, то уже в следующем году мы должны вводить порядка 1 миллиона 30 тысяч квадратных метров жилья. То есть мы со следующего года должны перевалить за миллион квадратных метров жилья. Здесь тоже, как говорят всегда, дьявол кроется в деталях. Нужно смотреть на обеспеченность квадратных метров населения Оренбургской области. У нас обеспеченность за 27 квадратных метров на одного жителя Оренбуржья, что является чуть выше среднего показателя по Российской Федерации. Во многих регионах даже не доходит до 20 квадратов. Поэтому здесь тот баланс между строительством, спросом, стоимостью квадратного метра жилья и качеством возводимого жилья, а мы понимаем, что требование к качеству, я сейчас даже говорю, не к качеству строительства, а к качеству именно инфраструктуры, прилегающей территории. С каждым годом, вы видите, у нас все выше и выше и выше. Мы уже переходим на следующий уровень, мы все это должны закладать. И вот тот баланс стоимости квадрата и возможностью оренбуржца приобрести это жилье с различными механизмами, в том числе и ипотеки, мы его должны сохранять. На сегодняшний день нужно сказать, что на территории Оренбургской области средняя стоимость квадратного метра жилья в новом домостроении на уровне, мы чуть-чуть перевалили за 40 тысяч за квадратный метр, на вторичном жилье на уровне чуть-чуть перевалили за 42 тысячи за квадратный метр, что характеризуется одной из самых низких стоимостей квадратных метров жилья на территории Российской Федерации и в Приволжском федеральном округе. У всех соседей, начиная с Амара, Башкортостан, Татарстан, Челябин, Свердловская область, ну, вы, наверное, знаете, цены гораздо выше. Поэтому вот это что касается строительной отрасли. Ну, получается, да, я услышал, что в Оренбургской области самые привлекательные предложения для тех, у кого еще нет жилья. У вас не возникает такого вопроса, почему так дешево, может быть, спроса невысок? Нет, здесь нужно сказать, что на территории Оренбургской области очень большая конкуренция между строительными организациями. Это точно нужно признать. И на сегодняшний день любой житель Оренбуржья может четко выбирать на рынке предложение, и это будет несколько предложений. Это будет, как и, условно говоря, рядом с городом, на территории города, с различной инфраструктурой. Многие строительные компании, они уже являются, в том числе и девелоперскими компаниями, предлагают различные уровни отделки. И нужно сказать, если непосредственно говорить о строительной отрасли, о строительном жилье, нужно четко понимать несколько трендов, несколько параметров, которые мы для себя видим, и они сопоставимы с трендами европейской части, Российской Федерации и Европы в целом. Первое. Из года в год, например, количество квартир, количество квартир, оно остается примерно на одном уровне. Но площадь квартир падает. То есть, если еще 3-4 года назад двухкомнатная квартира была на уровне 65-70 квадратных метров, то сегодня это 52-55. Так диктует рынок. Так диктует рынок. Вернуться в прошлое. Не соглашусь с вами. Если мы смотрим с вами однокомнатную квартиру, и она раньше была у нас 41 квадрат, от 41 до 43 дошла, то сейчас это 35-37 квадратов. Почему? Если мы с вами раньше смотрели индивидуальное домостроение, средняя площадь одного домостроения у нас была 500-600 квадратных метров, то на сегодняшний день среднестатистическая семья Оренбургской области больше 120-160 квадратов дома не строит и не приобретает. Не строит и не приобретает. И жители Оренбуржья и Оренбурга, в частности, очень любят, если есть такая тенденция, если есть такая возможность, выезжать чуть-чуть за Оренбург. Почему? Потому что время доезда до рабочего места у нас не так велико, как в других городах. То есть и поэтому у нас именно и развивается, помимо многоквартирного домостроения, еще у нас с вами и развивается индивидуальное комплексное домостроение, где у нас с вами таунхаусы появляются, где у нас с вами появляется Экадолия, Золотой квартал, то есть комплексные малоэтажные застройки, где уже комплексно на 3-4 семьи строятся дюплексы таунхаусы. Что они из себя представляют? Это одно-двухэтажный дом с соседями, с общей стеной, где не больше 1,5 соток земли, один гараж и дополнительно еще одно машинное место на улице. А почему вы не хотите со мной согласиться по поводу того, что мы возвращаемся в прошлое? Это же квадратура жилья, типичные хрущевки, нет? Нет, хрущевка была меньше. Хрущевка была однокомнатная, 27. Ну да, наверное, но к этому мы... Нет, подождите. Хрущевка под собой подразумевала. 5,2... От 5 до 5,5 квадратов кухня. Сейчас кухня должна быть от 9 до 11 квадратов. Правильно? Ну, даже и побольше, наверное. Еще раз. Меньше 9-11 квадратов любая семья и любой человек уже кухню не рассматривает. Ну, логично. Даже 12 – это уже как бы маленькое. Правильно. То есть мы идем, опять же, я говорю, к европейскому. Есть два типа развития. Будем говорить арабский тип развития, кавказский тип развития, потом азиатский, ближневосточный тип развития и европейский. О чем говорит кавказский тип развития? Мы живем все вместе. Всей большой семьей. Дети женятся, они со мной. Здесь все. И мы строим свое огромное гнездо. То есть это кавказский тип развития. Это нормально, это хорошо. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо. Еще раз. У нас другой менталитет. Это нужно понимать. Потом азиатский тип развития. Я дома только сплю. Это вот условно китайцы и японцы. Ближневосточный тип развития. Европейский тип развития. Много времени проводим на кухне, много времени проводим на кухне-столовой. Нам нужны очень удобные санузлы, очень удобные ванны. То есть это территория для нас. Нам очень важно, чтобы у нас была хорошая гостиная, потому что мы любим принимать гостей. Но нам не так важна спальня, потому что в спальню мы никого не пускаем. В спальню мы только проводим ночь, поэтому она для нас это закрытая территория. Плюс у нас такой тип, такой менталитет. У большинства жителей, подчеркиваю, не у всех, у большинства, что в свое личное пространство, а мы своим личным пространством считаем спальню, и, будем так говорить, как у нас говорят, хозяйский санузел, никого не пускаем. То есть у нас есть гостиная, куда мы всех пускаем, у нас есть гостевой санузел, мы стараемся туда всех пустить, и кухня-столовая. И когда мы одни с семьей, то есть мы завтракаем, обедаем, ужинаем на кухне. Если у нас какое-то торжество, мы переходим с вами в гостиную. Это наш тип. Поэтому на самом деле это очень грамотно, серьезно все архитекторы и девелоперы просчитывают и знают. Потому что вот те тренды, которые я вам говорю, которых я вам говорю, которые мы сейчас видим, то есть мы их для себя видели уже и 5, и 7 лет назад. А так как цикл строительства, начиная от земельного участка, заканчивая квадратурой и наполнением дома, он важен, то есть он закладывается в этом году, в 2020, на 2023 год. Для нас очень важно, чтобы обязательно был лифт. Для нас очень важно, чтобы не было мусоропровода. Еще раз правильно. Правильно, да? Для нас очень важно, чтобы была хорошая, доступная детская площадка, причем сейчас запрос на разновозрастную детскую площадку, чтобы отдельно мамы, бабушки с маленькими ребятишками, отдельно подростки до 14 лет, отдельно подростки с 14, будем говорить, до 18-20 лет, да? У всех разные интересы, все друг другу не должны мешать. Потому что подростки по подростке 14, 17, 17 лет, для них нужны для них нужны турники, для них нужны уличные тренажеры обязательно, да? Они рассматривают стритбол, вот это все для них важно. Малышне важно другое. Понимаете? Это все учитывается, все это рассматривается. И это только комплексность. И когда сегодня любой гражданин, любой житель идет покупать квартиру, он на все эти моменты обращает пристальное внимание. Кроме того, понимая, что на сегодняшний день такая история, связанная с доступностью жилья, с большим предложением на рынке, ушел как таковой механизм покупки жилья как инвестпроекта. Вы посмотрите, Александр, еще 5, 6, 7 лет назад любой житель не думал, только появляются какие-то деньги, срочно купить квартиру, она потом будет моим детям, бабушки, копили, чтобы купить квартиру внуку, сейчас этого нет. Ну да, перестало это быть, это сегодня сомнительное. Абсолютно, это сомнительная инвестиция, которая не покрывает тех затрат, которые в нее можно вложить. Кроме того, если раньше было, будем говорить, учащийся, будущий студент приезжал, ему снимали жилье, там думали, то сейчас нет проблем. Ипотека, первоначальный взнос, зачем платить за аренду жилья, если, по сути, платеж аренды равен ипотечному взносу, но ты знаешь, что ты живешь в своей квартире. Ты можешь делать уже ремонт, думать о ней. И почему я говорю, что важно, когда одно-двухкомнатные квартиры. На сегодняшний день семья, покупая молодая семья, новая ячейка общества, да, это очень важно, покупая свою первую жилплощадь, она старается не жить с родителем. На Кавказе живут с родителями, здесь старается не жить с родителями, им важно однокомнатная полуторка, будет ребенок, дай бог, они эту же однокомнатную полуторку, она у них является залогом, переходит в двухкомнатную, второй ребенок переходит в трехкомнатную. Таким образом идет обмен жилищного фонда. А раньше как было? Сидим и все копим на трехкомнатную квартиру всей родней. Сначала мы квартиру будем старшему сыну покупать, младший сын будет жить с нами. То есть, понимаете, принципиально меняются механизмы, мы с вами находимся в том режиме уже отхода от... Мы перешли и ушли от социалистического, что было, да, в Советском Союзе, мы уже... Просто многие еще не видят, не понимают. Мы уже прошли переломный период новой Российской Федерации, мы уже пошли дальше в европейский тип. И вот если вы просто начнете обращать на эти маркеры внимание, то вы их начнете видеть и начнете их чувствовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok